А в Прикарпатии обрушился автомобильный мост. Отрезанными от внешнего мира оказалось одно из сел. Сегодня, чтобы добраться до райцентра, люди вынуждены проходить пешком по несколько километров, а водители прокладывают путь по бездорожью. Почему рухнула переправа, выясняли наши корреспонденты. Жители села Долгая Калужская уже почти неделю без автомобильного сообщения. Единственный мост, который соединял их село с внешним миром, обвалился. Ехала машина Гружена, и машина проехала, и зараз вместо обвалився. Моя подружка такая с лесу каже, но счастье великое, что мой сын как раз перед тем проехал. Село находится между горными реками Лимница и Чечва. Обвалившийся мост был самым легким и коротким путем, которым ежедневно пользовались местные жители. Теперь людям приходится добираться в объезд через два соседних села, а это 10 километров сплошного бездорожья. Объезд я через Тужейлево. Ну, дура тут, паршиво, дура. Ехать асфальтом, а ехать этими ямами, это великая разница. Грунтовая дорога, ямы, разбита дорога. Если раньше до Калуши добирались за 15 минут, то сейчас нужно полтора часа, говорит Наталья. Сегодня она везет бабушку к врачу. Выезжают заранее, чтобы не опоздать. Объезжать очень много. Мест очень важный, потому что сейчас, будь что, чи дитина захворела, чи какие-то проблемы, чи бабуся, ну, то есть очень, очень потребен мест. После того, как рухнул мост, в Долгое Калужское перестали ходить автобусы. Ближайшая остановка в соседнем селе, в нескольких километрах. Добираются туда люди пешком. Три рейса дали туда, до моста, до Пилинцкого. И люди с ломаками идут туда. Нам дуже далеко. Почему обрушился мост? В сельсовете объясняют, путепровод построили еще в 70-е годы. С тех пор ремонтировали его только раз, после наводнения 2008-го. И то частично. Рухнула та половина, которую не реконструировали, не выдержали опоры. На малую глубину забивали опоры. Починаючи с 2008-го року, повноводность речки Чеша была не такой великой. И внаследовании того, что не была повноводна речка, заросли разными чагерниками русло. Ривень воды сближился. Створился так званый штучный водоспад. И внаследовании такого водоспада, произошло подметение опоры. Правда, жители села называют другую причину. Оказывается, в селе находится дробильно-сортировочный узел и карьер по добыче песчаногравийной смеси. Если бы эти великые машины с карьером были не горбали, то, возможно, было так и не завалено. И машина 40-50-60 тонн. И тут разводило напевно. И само собой. Аварийный мост обследовали специалисты. Подсчитали, ремонт обойдется минимум 8 миллионов гривен. У села таких денег нет. У нас речный бюджет становится приблизительно 800 тысяч. Если рассчитывать, что за рахунок сельской рады мы можем сделать какой-то ремонт, капитальный ремонт мы снато все заработать не можем. Как быстро смогут найти деньги областные чиновники, прогнозировать сложно. Ведь сегодня в Прикарпатии неотложного ремонта требуют еще почти 70 мостов. 8 уничтожила непогода, которая обрушилась на область в начале месяца. Еще 34 стоят недостроенными. 16 из них с момента наводнения 2008-го. Андрей Кровец, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область.